Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам. Барнаул вошел в пятерку городов России, где проще всего найти работу. Платформа онлайн-рекрутинга Headhunter изучила рынок соискателей в 25 крупнейших населенных пунктах страны. Сложность трудоустройства оценивали по уровню конкуренции среди соискателей. Его рассчитывают через отношение количества резюме к числу вакансий. Чем ниже этот индекс, тем ниже конкуренция. Самым комфортным показателем считается 6 резюме на одну вакансию. По итогам исследования проще всего найти работу в Красноярске. На одну вакансию 3,6 активных резюме. Второе место у Хабаровска, третье у Иркутска. Барнаул стал четвертым. На одну вакансию 4 активных резюме. Ранее 24% жителей Барнаула назвали свой город лучшим для карьеры. Пенсионеры Барнаула могут бесплатно пройти осмотр у врачей. Их ждут медики Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики на Ползунова, 23. Для горожан проведут экспресс-анализ крови, оценку состояния сердца, определят содержание кислорода в артериальной крови, измерят артериальное давление. Также проведут комплексную оценку функций дыхательной системы, оценят плотность костей, а также организуют другие важные исследования для жителей старше трудоспособного возраста. Кроме того, пациентов проконсультирует врач-терапевт. Обследования проводятся по предварительной записи. Телефон вы видите на экране. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Легко не бояться, когда контролируешь только себя. Но что, если ты управляешь лошадью? Жительница Барнаула Юлия Жукова в конном спорте 12 лет. Совсем недавно девушка вместе со своим копытным другом вернулись из Абакана, где стали бронзовыми призерами на всероссийских соревнованиях. Продолжит тему Полина Бурнашова. В конном виде спорта, как и в любом другом, важна точность и понимание с напарником. Юлия в седле уже 12 лет, а своего друга по кличке Капитан воспитывает с рождения. Это моя любимая лошадь. Мы с ним с детства вместе. Я первая на него села, первая на него уздечку надела. У нас вот такая... А сколько седет? Он 2015 года рождения, ему 7 лет. Совсем недавно они вернулись из Абакана, где стали бронзовыми призерами на всероссийских соревнованиях. Жюри оценивали гармонию пары, чистоту, скорость и резвость. Чтобы произвести впечатление на судей, нужна тщательная подготовка с опытным тренером. Самое главное наставление – это спокойствие, чтобы было. Потому что мы все эти испытания дома проходим. У нас есть все комплекты препятствий, у нас есть поля. Мы даже стараемся готовиться в более сложных условиях. Поэтому самое главное условие – чтобы было спокойствие, уверенность в себе. Сезон у спортсменов начинается летом. Но даже зимой они продолжают готовиться к соревнованиям на улице. Крытого манежа пока нет. И это их не останавливает. Результат налицо. В таких видах, как конкур, троеборье и выездка, спортсмены племенной конефермы при Аграрном университете показывают лучшие результаты. Самый мой любимый вид из троеборья – это кросс. Это прямо у нас глаза горят. Езда у нас такая стабильная, неплохая. Ну, с конкуром немножко сейчас будем подтягивать. Вся зима впереди. Будем работать над конкуром. Конный вид спорта сложный, но самое главное – интересный. Порой семьи переезжают в другие города, чтобы их ребенок занимался данным видом спорта. Главное – уверенно держать себя в седле и найти общий язык с другом. Полина Бурнашова, Денис Кузьменко. Новости. Межрегиональный турнир по Кеншинкан карате «Магис Оупен Кап-2022» прошел в Барнауле. В соревнованиях участвовали более ста спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Каратисты выявляли сильнейших в дисциплинах техника, а также в спаррингах – сейв-контакт, полноконтактные поединки в защитном снаряжении и кик-лайт – поединки в легком контакте. По итогам двух соревновательных дней победу в общекомандном зачете одержала команда из Барнаула. На втором месте спортсмены из Кемерово, а замкнул тройку призеров Барнаульский спортивный клуб единоборств. А у меня все к этому часу. Хорошего дня и не переключайтесь.